Здравствуйте! В этом году в Казанском университете впервые пройдет Александрфест. Это большое мероприятие, посвященное основателю Казанского университета Александру Первому, который подписал устав и учредительную грамоту о создании нашего университета. И хотя Александрфест официально еще пока не объявлен, но первые его участники уже стали гостями Казани. Главным организатором станет Институт международных отношений. И вот наша первая гостья уже вчера прочитала замечательную лекцию для наших студентов на английском языке. Это гости Лондонской школы экономики и политических наук профессор Джанет Хартли, которая является автором замечательных книг, посвященных Александру Первому. Здравствуйте! Джанет понимает по-русски и хорошо читает на русском языке, но немножко опасается говорить на русском языке, потому что у нее не так много практики. Поэтому сегодняшняя наша передача будет проходить на двух языках, на русском и на английском сразу. Начнем мы, конечно, с того, каким образом вы оказались в Казани и почему вы приехали именно к нам в Казанский университет. Спасибо. Это большая честь быть в Казанском университете, который был основан Александром Первым, о котором я написал биографию. Я в Казани по двум причинам. Посмотреть место, в котором Александр Первый основал университет, а также предмет, о котором я буду говорить позже. Я сейчас пишу книгу «Историю Волги и Волжского региона». И Казань занимает прекрасное географическое положение на Волге, чтобы стать центром моего исследования. Но вы уже были в Казани несколько раз, а в этот раз вы приехали по приглашению. Кто вас пригласил? Ректор пригласил меня. Это было на встрече в Лондонской школе экономики. Я имела привилегию встретить ректора. Казанский университет подписал соглашение с университетом Лондона, чтобы принять участие в том, что мы называем интернациональной программой курсы по бизнесу, финансам и менеджменту. И ректор пригласил меня в Казанский университет и сказал об Александре Фесте. А насколько вообще Казанский университет известен в Лондоне среди европейских ученых? Конечно, среди ученых Казанский университет известен, потому что он очень старый и отмеченный многими заслугами. Скажем, только в 1985 году была основана Лондонской школой экономики. Мы знаем что-то о истории этого университета, особенно о его заслугах в области математики, химии, точных науках и иностранных языках. Большинство обычных людей в Британии не знают многого о Казани, и это одна из причин, почему я собираюсь писать книгу о Волжском регионе. Вы являетесь профессором международной истории. У нас называется немножко иначе, мы называем это всемирная история. И насколько часто вообще исследователи, историки, занимающиеся международной историей, обращаются к истории России и к тому, что связано с Александром I? Это очень хороший вопрос. Я профессор международной истории. В Лондонской школе экономики есть отделение экономической истории. Но все мы в этом отделении пишем об отношениях между государствами. Они могут быть дипломатическими, военными, культурными отношениями. Никто из нас не работает только о внутренней истории наших стран. Я думаю, что Александр I и время его правления — это ключевой момент для международных отношений по двум причинам. Первое. Во время его правления Россия по-настоящему стала доминировать в Европе. Имела сильнейшую военную силу к концу Наполеоновских войн. И Александр I прибыл в Лондон, он был в Париже. Но после Наполеоновских войн Россия доминировала в Европе. После Конгресса и в каждом европейском государстве Россия по-настоящему международное государство к концу времени правления Александра. По контрасту, внутренней истории Россия была отделена от Запада. Я думаю, что французская революция, наполеоновские войны причертили разделительную линию в Европе, когда страны получили конституции, привилегии в законодательной и общественной системе. Россия этого не сделала. Может быть, потому что она выиграла в Наполеоновских войнах. Я думаю, что к 1725 году Россия несколько расходилась с остальной Европой. К концу французской революции Россия до сих пор не имела конституции и государственных институтов, что было нормой в Европе к концу 18 века. Но к 1825 году это уже не было нормой для остальной Европы. И интеллектуальная элита чувствовала эту разницу и задавала вопрос, почему мы спасли Россию от Европы, но не имеем никакой выгоды. Поляки и побежденные французы имеют все эти привилегии и преимущества. И контраст между важным статусом с одной стороны и отсутствием этих преимуществ с другой эпоху правления Александра было ключевой. Я совершенно согласна с вами. Не случайно Пушкин говорил о начале царствования Александра, дни Александровых прекрасное начало. И не случайно Казанский университет был основан именно в начале царствования Александра Первого. У меня два вопроса. Как вы думаете, в чем причина того, что начало царствования Александра, то что он обещал как бы началом своего царствования, не реализовалось очень многое к финалу? А потом уже второй вопрос. Это очень хороший вопрос. Я думаю, очень сложно проникнуть в ментальность Александра Первого. Я знаю, что некоторые историки рассматривают его правление, разделенным на две части, либеральное и время реакции, когда был основан университет, когда это либеральное время, и реакция, когда Магницкий был назначен реактором. Мой собственный взгляд в том, что Александр Первый был более цельным, последовательным во время своего правления. По моему мнению, он всегда считал, что реформы должны происходить сверху, что не считал, что люди должны решать, как функционирует правительство. Когда он писал Джефферсону «Я люблю Конституцию», он не имел в виду, что русские люди должны иметь голос в решении проблем. Он ждал от людей, что люди должны следовать Конституции. Он считал, что понимание слова «Конституция», как оно понимается в французском языке, это о хорошем правительстве, а не о индивидуальных свободах и правах. Он был очень последовательный в вторую половину его правления. Важен был его духовный опыт к 1825 году, и многие взгляды, которые он выражал в религиозном языке, священный союз, библейское общество, которое действовало в это время в России. На его фундаментальный взгляд, я считаю, были цельными. И, собственно, из моего предыдущего вопроса вытекает как раз следующий. Есть ли разница в интерпретации деятельности Александра Первого, как вы это чувствуете, между европейскими учеными, например, вами, и российскими учеными? Есть ли какая-то специфика в вашем европейском взгляде на нашу русскую историю и вот тот период, о котором мы с вами говорим, об Александре Первом? Конечно, когда я писал биографию Александра Первого много времени назад, это был 1994 год, когда я написал свою книгу по-английски в это время, в 1984-й, в советское время люди не писали биографии царей вообще. Я думаю, что писание биографии протекало очень медленно к концу Советского Союза. Я считаю, что каждый из нас пишет со своей перспективы. Я пишу с британской перспективы. Для британского взгляда, считается, Россия несет угрозу с военной перспективы. Это основной взгляд на Россию с западной точки зрения. Достижения Александра отличаются. Мы рассматриваем Александра как более интернациональную международную фигуру. Ваша книга, посвященная Александру Первому, переведена на русский язык и издана у нас в России. Заинтересованные читатели могут ее найти в интернете. Она в свободном доступе в интернете. Книга очень интересная, основанная на множестве архивных источников и на множестве документов, с которыми вы работали, видимо, в России, с документами, посвященными Александру Первому. Честно говоря, большинство книг об Александре Первом не основанных на архивных документах. Я написал недавно книгу, которая еще не была переведена на русский язык, и она называется «Россия с 1762-го. Военная сила и люди». Я смотрю на правление Екатерины и правление Александра. И это продолжение, расширение моей биографии Александра. Я работала с архивными документами, я смотрела на финансовые документы, я смотрела архивы военных гарнизонов, я задавала разные вопросы, и я спрашивала, чего стоила эта кампания русским людям, и русскому государству, и русской культуре. Для этой книги я широко использовалась архивными документами, но это было в другое время. И для меня, как иностранки, это было легче прибыть в Россию и пользоваться архивными документами. Но вот тогда, наверное, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот что такое биография царя? Вы сказали о том, что когда вы писали свою первую книгу, то биографии русских царей еще не было. Действительно, в 90-е годы такой жанр у нас в России еще не существовал. Сейчас написано очень много биографий самых разных государственных деятелей, и в том числе царей, и личности царей. Сами эти фигуры вызывают очень большой интерес. И очень многие книги — это то, что называется спекуляции. Они построены на мифах, они обращены к личной жизни гораздо больше, чем к чему-то другому. Вот с вашей точки зрения биография царя, что это? Это биография человека, биография страны в этот период, история его как личности становления или чего-то еще. Что это вообще такое биография государя? Это очень хороший вопрос, и очень сложно для каждого, кто пишет биографию, ответить на него. Я историк, политический, дипломатический, военный историк. И моя биография Александра Первого была частью серии, где под заголовком была биография о власти. Я сконцентрировался на том, как он пришел к власти, как он пользовался властью в России, как он продвигал свою власть за границей, и как его власть распространилась в России. Для меня это было во многих отношениях политическая биография. Я пыталась проникнуть в голову человека, о котором я писала, смотрела и занималась его деятством, пыталась уловить понимание того, какая была личность за маской этого царя. Что, когда мы говорим об Александре, не очень просто. Пользовалась мемуарами Чарторельского. Он не мог, в первую очередь, решить для себя, каким правителем он хотел быть. Я не пыталась выяснить каждый элемент его личности, я пыталась больше понять его политику и правление. Я занималась Чарльзом Уитфордом, который уже забыт, первый посол в Россию, английский посол в Англию во времена Петра Первого. Он второстепенная фигура, он не был аристократом, у него не было власти, поэтому он приехал в Россию, потому что в это время это не было важной страной. Он работал с Петром Первым, наблюдал его, и во время его жизни он увидел, как Россия возрастала от второстепенной страны к своей мощи. Он написал отчет о российской армии и российском флоте, и он был в Берлине, когда Россия победила Швецию в Северной войне. И для меня было очень интересно написать биографию того, кто не очень важен, но был в нужном месте в нужное время. И его письма полны жалоб о том, как ужасно ему было жить в России, потому что британское правительство не платило ему жалований в это время, и как сложно было быть с Петром, потому что Уитфорд не пил. Моя книга о том, каково было в такой второстепенной фигуре, наблюдать, как страна возрастает к своей власти. И писать о второстепенной фигуре это по-своему увлекательное занятие. Должен ли биограф любить своего героя? Или, может быть, он должен его ненавидеть, чтобы смотреть на него немножко со стороны, более объективно? Мы сегодня с вами в Музее истории Казанского университета в императорском зале видели портрет Александра I. Вот этот герой, этот персонаж, вы как биограф, вы его любите, ненавидите или испытываете другие чувства? Я должна признать, что я не очень люблю его. Я бы хотел любить его больше, но не люблю из-за его нечестности, когда он говорит одну вещь одному человеку, а потом совершенно другую другому. У него была великая отвага, он был очень умный. Я думаю, он понимал проблемы России очень хорошо. Я думаю, он понимал проблемы властной структуры в Европе. И во многом он был великим царем. Он делал прекрасные вещи в первую половину своего правления, особенно в области образования. Но я не думаю, что это мой любимый царь. Если кого-то называть моим любимым царем, это скорее Екатерина II, которая обладала лучшей личностью, чем Александр I. Вы упомянули Екатерину II, которая приезжала в Казань. И, к сожалению, та галера Тверь, на которой она прибыла в Казань, сгорела в 30-е годы 20 века. Но сейчас у нас в Казани говорят о том, что ее могут восстановить. И таким образом мы очень органично переходим к еще одной теме ваших исследований. Это Волга. Если на мой вопрос о том, любите ли вы Александра I или нет, вы дали такой сложный ответ, то, наверное, мой вопрос о том, любите ли вы Волгу, на этот мой вопрос ответ будет проще. Намного проще, да. Это прекрасная река, особенно для тех, кто не из России, кто из Англии, где у нас нет ничего даже приблизительно похожего, реки не такие обширные и широкие. Волга имеет отношение не только к истории России, но и к истории Волжской Булгарии. Я пытался объяснить это английской аудитории, которая слышала о реке Волги, но не понимает по-настоящему, что это такое, и не ценят, и не понимают ее по-настоящему. Мне кажется, что Волга, прежде всего, интересна нам, не той ролью, которую она сыграла в нашей экономической или политической истории. Для меня Волга – это то, от чего я себя отделить не могу, потому что я выросла на Волге, как и, наверное, очень многие казанцы, и представить себе, что я живу далеко от Волги, например, для меня просто невозможно. Я должна видеть эту реку постоянно. Наверное, это чувство трудно понять, европейцам, потому что таких больших и значимых рек там, наверное, и правда нет. Я думаю, вы правы. Эквивалентом будет… Я не могу быть вдалеке от моря, потому что я живу на острове. Я думаю, это правда. Это действительно трудно оценить. Многие британские путешественники были в России и путешествовали по Волге, и хотели увидеть ее, и писали об этом. начиная с самого… с раннего периода, один из работников наемных Петра Первого имел план соединить Волгу и Дон. И с этой точки зрения, я считаю… я сообщаю английскому читателю, который не видел Волгу, об этом. У вас есть собственное впечатление о Волге, свое проживание, свое переживание в Волге, да? Вы, ведь мы говорим, не плавали на теплоходе, ходили на теплоходе, говорят подлинные волжане. То есть вы путешествовали по Волге? Я путешествовала, я думал, что я должна увидеть это. Два года назад с моим мужем мы плавали по Волге от Астрахани, я должна была это увидеть. Один берег Волги отличается от другого, что, я думаю, касается каждой реки. В Англии реки такие маленькие, что почти у каждой реки есть пять мостов. Я должна была увидеть контрасты Волги, этнические, религиозные. Для британского читателя это ключевой пункт для понимания Волги. Поэтому Волга имеет такое значение. Я думаю, что обе ваши книги, посвященные Александру Первому и посвященные Волге, они очень важны, потому что они связывают наши народы и они объясняют англичанам, объясняют европейцам, что есть наша история, наша политика, что есть наш менталитет, что есть наше представление о жизни. Вы в какой-то мере посол между культурами наших двух стран. Поэтому спасибо вам большое. Мы ждем вас в сентябре с вашей новой лекцией. И не только в сентябре, но и всегда, потому что то, что вы рассказываете, очень интересно нашим студентам, нашим исследователям, и, я думаю, было интересно нашим слушателям. У нас в гостях была профессор Лондонской школы экономики и политических наук, профессор международной истории Джанет Хартли. Спасибо вам большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин